Добрый день. Итак, 2017 год объявлен годом гражданской обороны в МЧС России, правильно? Да, действительно, по инициативе нашего министра Владимир Владимировича Пучкова данный год объявлен годом гражданской обороны. Что это значит? Какие усилия в этом году были предприняты? На что направлены ваши действия? Я хотел бы вначале довести до населения Рязанской области, что 4 октября этого года исполняется 85 лет гражданской обороны. Которая определена с законодательством, в первую очередь это 28-м федеральным законом, где определены задачи, функции, основные понятия гражданской обороны. В целом гражданская оборона это комплекс мероприятий, который проводится по подготовке к защите и по защите населения и культурных ценностей от военных конфликтов, вследствие военных конфликтов, а также в чрезвычайных ситуациях. Хочу здесь подчеркнуть, что в 2015 году были внесены изменения в законы гражданской обороны и понятия чрезвычайной ситуации были добавлены. Какие же это сигналы? Как вообще люди могут распознать, что это сигнал к действиям? Данные сигналы, они также определены законодательством Российской Федерации и подразделяются на такие сигналы, как воздушная тревога, химическая тревога, угроза катастрофического затопления. В первую очередь при подаче данных сигналов подается сигнал «Внимание всем», который используется при оперативных автомобилях с руководящей связью. Это звуковая сирена установлена на основных зданиях города Рязани и в муниципальных образованиях. И услышал вот такой сигнал «Внимание всем!» Необходимо включить телевизор, прослушать радио, где будут даны консультации специалистов, в частности, Главного управления МЧС России по Рязанской области, и даны рекомендации действиям по тому или иному сигналу. То есть, когда мы слышим просто звук сирены, это могут быть учения. И вот, чтобы понять действительно, что происходит, можно включить первый, второй, третий канал, да, или наши рязанские каналы, и будет понятно, что уже это действительно катастрофа. Ну, я вам хочу сказать правильно, вы заметили, в целях поддержания технической готовности звуковых сирен мы проверяем их. Но прежде чем проверить, мы через средства массовой информации оповещаем население, для того, чтобы не вводить, так скажем, никакой паники. Но, тем не менее, мы это делаем, потому что нельзя поддерживать систему в исправном состоянии, не проверяя ее практически. А вот какая может быть воздушная тревога? Это что значит, на нас самолеты с бомбами летят, или как это? Воздушная тревога, это, значит, какая-то угроза нападения, так скажем, если это при угрозе военных, военное время, военный конфликт, это угроза нападения с воздуха. Или, ну... Метеорит. Метеорит тоже можно, но, тем не менее, мы знаем, что происходили такие моменты. Поэтому, услышал сигнал воздушной тревоги, просто нужно отключить свет, воду, газ. Необходимо знать, где находится защитное сооружение. То есть, укрываться в защитном сооружении и ждать команды отбой. Ну, таким образом, даже если химическая тревога и воздушная тревога, там любая другая, людям сообщают, что им нужно делать. И также они могут не заблудиться и по пунктам выполнять эту инструкцию, правильно? Да, действительно. С этой целью мы и проводим обучение. А если более детально кто-то желает уточнить, например, по адресу, по конкретному, это нужно обратиться в управляющую компанию, в администрацию муниципального образования, где более детально могут рассказать. Работающее население обучается на предприятиях, в организациях, где они работают. Ну, вы не только гражданской обороной занимаетесь, вот в таком виде, о чем мы сейчас говорим. Хотя это тоже, наверное, оборона. Вот сейчас у нас стартовал новый учебный год. И наверняка вы тоже усилия предложили в том плане, что обеспечивали как-то проверку пожарной безопасности. Как это все происходило и где вы это делали? Да, действительно. В преддверии учебного года, и сейчас уже наступил учебный год, все дети нашей области пошли в те школы, в которые они привыкли ходить. То есть у нас на территории области взято на учет 817 образовательных учреждений. И все образовательные учреждения открыли двери для своих деток или для высших учебных заведений для студентов. Главное управление МЧС России приняло непосредственно участие в приемке данных образовательных учреждений. И провели комплексы предупредительных мероприятий. Действительно были выявлены отдельные нарушения. Но я хочу сказать, что в целом школы уже были готовы к учебному году. Тем не менее, такие недостатки, я бы сказал, захламленные, эвакуационные выходы. Это легко устранилось и к новому учебному году уже все было устранено. То есть я с полной уверенностью могу сказать, что все школы и учебные заведения готовы в вопросах противопожарной защиты к новому учебному году. Жалко, что вы вот так вот квартиры все не проверяете. Потому что во многих домах за последнее время также произошли пожары. И можете как-то описать статистику, да, из года в год, как это происходит. И что в этом году мы... Действительно увеличилось количество пожаров или уменьшилось? Почему вообще это происходит? Почему дома горят? Если брать пожары, то это также, как мы выше говорили, могут такое событие привести к чрезвычайной ситуации. Мы это знаем с вами практически в 10-е годы, где показало, были сильные угрозы для населения области. И действительно, анализируя пожары, мы проводим, так скажем, разграничения по... Где в течение года, месяца было наибольшее количество пожаров. Это предприятия, это жилые дома, это автомобили и другие объекты. И, как вы правильно заметили, имеет место, к сожалению, небольшое увеличение пожаров в жилом секторе. Здесь бы в этой связи, я хотел сказать, конечно, у нас большие спальные районы, так скажем, жилого сектора больше по своему количеству. Но, тем не менее, необходимо уметь действовать в условиях загорания в квартире или задымления в доме. Особенно это в многоэтажных домах. Здесь нужно... Я вот в этой связи хотел бы обратиться к населению, что, в первую очередь, не нужно паниковать. Если не горит ваша квартира или вы почувствовали запах дыма, не нужно спешить выбегать на лестницу. Потому что лучше закрыть плотно двери, окна и ждать пожарные подразделения, пожароспасательные. То есть, даже через вентиляцию можно нарушить уже какой-то баланс, если приоткроется дверь где-то, да? Да, конечно. И когда получает открытая форточка и получается приток воздуха, сквозняк, дым поднимается и в квартиру. И недостатки, вот так скажем, ошибки отдельных, что сразу выше лежащих этажей выходят и пытаются сами эвакуироваться. Это может привести к отравлению дымом. А пожароспасательные подразделения в течение 6-10 минут прибудут и применят средства индивидуальной защиты. Мы это по опыту уже знаем. И тогда проведут эвакуацию наиболее профессионально. Но если в вашей квартире, не дай бог, что-то вы обнаружили, загорелось, то не нужно пытаться, вернее, долгое время пытаться потушить этот пожар. В первую очередь нужно вызвать пожароспасательное подразделение. По мобильному телефону это 101, а и стационарно-01. И покинуть помещение. Забрав с собой, по возможности, в первую очередь, конечно, детей и имеющиеся документы для того, чтобы, так скажем, спасти свое имущество. Ну вот какие ошибки совершают те, кто, к сожалению, не выбираются из своей квартиры и там, грубо говоря, даже задыхаются иногда от вот этого газа угарного? Задыхаются от дыма, от газа. Это, как правило, к сожалению, люди в нетрезвом состоянии. Курение в постели приводит вот к таким летальным исходам. Ну а если брать, то такие же недостатки бывают, когда вот люди, к сожалению, выбрасываются из окон. Не нужно этого делать. Нужно взять белую тряпку какую-то или обозначить себя в окне, и пожароспасательные подразделения прибудут, и с помощью пожароспасательных лестниц обязательно окажут помощь. Что касается лесных пожаров, я заметила, что в этом году их практически у нас и не было. Как это так? Ну, я вам хочу сказать, как у нас принято в России постучать по дереву, и дай бог, чтобы их и не было до конца года. У нас второй год уже нет лесных пожаров. Я хочу сказать, это не только, так скажем, природа нам благоволит в этом, но и хочу сказать, в этом вопросе проводится большая профилактическая работа. Я бы сказал, в этом году она проводилась практически массированно. У нас третий-четвертый класс опасности был. И совместные действия пожароспасательных подразделений, надзорной деятельности МЧС, МВД по Рязанской области, администрации муниципальных образований. Также большое участие в этом году приняли добровольцы, Российский Союз спасателей, которые проводили работу среди населения. Когда было повышение температуры, своевременно был введен особый противопожарный режим. А это уже дает определенные ограничения. Запрещено посещать леса, особенно на автомобилях. Затем проводится сейчас запрещено сжигание стильной законодательством и другие мероприятия. Все это позволило, так сказать, не допустить лесных пожаров. Но я хочу также небольшой пример, к сожалению, привести. И только общими усилиями пожарно-спасательных подразделений, администрации Рыбновского района, кусантами Воздушно-десантного училища не допустили лесного пожара. Были стрельбы. И, к сожалению, от стрельбы в Сельцах, это Рыбновский район, загорелась трава. Была угроза перехода огня на лес. Но общими усилиями сил и средств Министерства природопользования нашу большую работу провело. Пожлес выделил сразу технику. Курсанты. Все создана была группировка и не допустили распространения огня на лесной массив. В общем, те, кто охраняют, сами чуть не набезобразничали. Ну, я бы сказал, что не то, что они охраняют. Они, по-видимому, недооценили тот класс опасности, который был. И, к сожалению, стрельба велась с использованием страссирующих пуль. И вот от этого было... Ну, все закончилось. Ну, главное, что все справились со всем. Да. И вот наверняка у вас и по пожаротушению много учений проходило. Я даже была не так давно на нем. Но и по гражданской обороне, может быть, будут у вас какие-нибудь мероприятия или учения как раз в день гражданской обороны в России, 4 октября. Что-то планируется в эти дни? В этой связи я хотел бы отметить, что учения по гражданской обороне проводятся регулярно в соответствии с планом основных мероприятий. Они проводятся на предприятиях, в организациях, учреждениях, в школах. Но, как вы правильно заметили, в канун празднования Дня гражданской обороны действительно будут уже... У нас стало традиционно, ежегодно проводятся всероссийские учения по гражданской обороне. Будут задействованы силы, как силы и средства на всей территории области. Начиная от правительства Рязанской области и заканчивая всеми учебными заведениями, всеми предприятиями и так далее. Ну, у вас все это масштабно и красиво проходит. Я желаю вам удачи. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам в гости. Вам спасибо. Хочу поблагодарить в целом средства массовой информации, в частности ваш телеканал, вот именно за профилактическую работу, которую мы с вами проводим совместно. Конечно, если бы ее не было, было бы больше происшествий, я так думаю. Да, конечно, это неоспоримо. Я думаю, что мы эту работу совместными усилиями на территории области будем проводить и продолжать. Спасибо вам. До свидания. Спасибо большое. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова